Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Помогите, пожалуйста, разобраться, как себя правильно вести в следующей ситуации. Мой парень, когда дарит мне подарки, потом очень долго про них вспоминает. Каждый раз напоминает мне, как все идет. Как мне все идет. Как красиво смотрится, говорил ли я кому-то, как отреагировали. Так длится очень долго, с момента, как подарил. Сначала я радовалась, благодарила. Потом меня это начинает напрягать. Так как про один и тот же подарок он может вспоминать каждый день на протяжении месяца. Подскажите, пожалуйста, как мне себя вести в такой ситуации, либо я делаю что-то не так. Спасибо. Ну, хочется вам такой встречный вопрос задать. Если вы спрашиваете, а что вы можете делать не так? Ну, что? Вы можете не принимать подарки. Например, вы можете дарить в ответ подарки и, соответственно, спрашивать реакцию у вашего парня, так же, как это делает он. К примеру, вы можете отказаться вообще от тематики подарков. То есть сказать, давайте, ни ты, ни я друг другу подарков дарить не будем. То есть, что вы можете, что вы можете делать не так? Да? Другой вопрос, что... Видите, понимаете, какая штука? Когда человек что-то дарит, да? То каждый из людей, которые что-то дарят, они видят, чувствуют, они привыкли к тому или иному значению подарка. Для себя. И для другого. Это происходит из наших ценностей, из наших традиций, из наших семейных историй, из нашего опыта, из наших целей, из наших потребностей. И, чего греха таить, из наших дефицитов, из наших каких-то вот противоречий. Да? Да, к сожалению, некоторые подарки имеют, ну, как бы, функцию именно такую. Решение наших конфликтов. Вот, поэтому здесь, ну, к сожалению, можно сказать, что с решением некоторых конфликтов у некоторых людей приводит к тому, что они дарят меньше подарков. Но у некоторых людей с решением проблем это может, как бы, вызывать наоборот, желание подарки дарить еще больше. Вот, поэтому человек, даря вам подарок, вкладывает в это какое-то значение. В данном случае здесь имеет место совершенно такое определенное значение, да? Это такой социальный элемент. Элемент имиджа, может быть, престижа, значимости. И в какой-то момент, на какой-то момент, в какой-то период, вы реагируете на это адекватно. То есть, вам нравится, вам хорошо, вы благодарны. Это нормально. Это абсолютно нормально. Но потом у вас возникает другая реакция, которая могла бы не возникать, будь на вашем месте другой человек. И идея здесь заключается в том, чтобы вы посмотрели, а как я выражаю, что меня напрягает? Ну, меня напрягает, у меня вызывает эта реакция, но почему-то благодарность вы выражаете, да? Вот вы радовались, благодарили. Это вы выражаете. Вы благодарите, вы радуетесь, супер, замечательно, отлично. А то, что вас напрягает, нет, вы не выражаете. Хотя и та, и другая реакция более чем нормальна. И та, и другая реакция более чем адекватна. И та, и другая реакция является, ну, по большому счету, по большому счету, двумя странами, одного и того же. Вот. То есть, это абсолютная норма получает. Но вы, по некой причине, реакции в себе определенного рода просто глушите. И вот это, наверное, вам и мешает, вот, подобный конфликт, да? Мешает вам, как раз таки, наверное, двигаться вперед. Подобный конфликт не позволяет вам чувствовать себя свободной. Подобный конфликт не дает вам возможности чувствовать себя естественной в отношениях. Вызывает, как бы, ну, то, что в психологии описывается, как рэкетные чувства. Это рэкетные чувства. Вот. Я не могу, там, например, сказать ему о том, что вот меня напрягает. Я, там, к примеру, не знаю, там, да, боюсь, там, допустим. Боюсь, боюсь его обидеть. Я имею в виду, ну, своего молодого человека вы боитесь обидеть. Вот. И как результат, как следствие, конечно, возникает противоречие, возникает конфликт, возникают проблемы. Это нормально. Вот. То есть постарайтесь увидеть, постарайтесь увидеть, что вы запрещаете себе определенные чувства. Вот. Вы запрещаете себе определенные проявления эмоций. Вот. Ничего хорошего, как бы, в этом, в принципе, нет и быть не может вообще для вас. Да и для кого бы то ни было. Вот и, как бы, и все. Понимаете? Поэтому, если вы чувствуете, допустим, если вы чувствуете, что, как бы, вот, ну, в начале, да, в начале, подарки были чем-то, вот, ну, допустим, чисто для вас. Да, то есть вы чувствуете, что это, вот, для вас, что это вам, вот, например, 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 то в какой-то момент, в какой-то момент вы перестаете чувствовать, что это для вас. В какой-то момент вы чувствуете, что это уже не для вас. В какой-то момент вы чувствуете, что это уже для каких-то личных целей молодого человека. И вам это не нравится. Вот. И то, что вам не нравится, это естественно, вот, потому что, по большому счету, как бы, происходит, как бы, обман, вот, ну, понятно, что обман, там, скорее всего, ненамеренный, как бы, да, то есть, ну, я не думаю, что молодой человек вас, вот, ну, преследует, да. Целью, да, вот, как-то вас, ну, специально обманут. Я не думаю так. Я не думаю так. Но то, что обман, обман есть, это совершеннейший факт. И вы это чувствуете. А вот, что вы с этим делаете, большой вопрос. На мой взгляд, вы, как бы, вы с этим, ну, вот, не делаете ничего вообще. Вот. И, потому что, ну, как бы, да, вот, если вы сделаете, то, что будет, то, молодой человек обидится, вот. Возможно, он уже и обижался, как раз, на вас, когда вы ему говорили, как бы, о чем-то, и вот, вот, ну, чего ты так много, да, спрашиваешь. А, про подарки. Он говорила, что тебе не нравится, там, и так далее. Например. Вот. То есть тут такая вот, ну, получается, что по большому счету, да, что взаимная манипуляция. Взаимная манипуляция получалась. По большому счету. Вот. Понимаете, какая сторона. И, это, конечно, вот, напрягает вас. И, в первую очередь, вот, в первую очередь, что бы я мог порекомендовать, да, это вот, как-то свою позицию обозначать. Это первое, что бы я порекомендовал. Обозначать как можно, вот, более четко свою позицию. Свои границы, да. Это первый момент. А, второй момент, это, значит, как бы, ну, молодому че, у молодого человека, у молодого человека, у молодого человека. Как-то, вот, может быть, отдельно выяснить, а, для чего он это спрашивает? А, если у вас, ну, такие вот, ну, доверительные отношения, вот, чего он хочет, чем он это делает? Чтобы, вот, чтобы как-то, вот, для себя, да, лучше, лучше понимать этот, этот аспект. Лучше, ну, чтобы лучше, ну, чтобы лучше, ну, чтобы лучше, ну, молодого человека, своего, понять, может быть, вот, спросить. Я не думаю, что это будет, как-то так, вот, очень, ну, очень тяжело и неправильно, да, вот, если вы спросите у своего, ну, как бы, мужчины, да, чего ты хочешь? Вот, вот, для чего это все. И, точно так же, ничего не будет плохого, если вы скажете, например, что вам неприятно, вот, ну, вот, что в определенной, в определенной ситуации, в определенном смысле вам неприятно, вот. Нормально, то есть. Но, если, если у вас есть какие-то сомнения, если у вас есть сомнения относительно того, что это неприятно, что это неправильно, вот, если вы, там, вот, ну, к примеру, да, к примеру, если вы, ну, допустим, боитесь, боитесь, ну, быть неправильно, например, опять же, повторю, то это запрос на психотерапию, вот. Вот, это запрос на, вот, как раз работу с вами, вот. Потому что это, ну, как бы, стыд, вот, это чувство стыля здесь. И, соответственно, как результат, это, вот, ну, ваши ограничения, вот. Ограничения, ограничивающие какие-то убеждения ваши, вот, может быть, страхи, может быть, какие-то, вот, сомнения, вот, понимаете, да? Поэтому, поэтому здесь нужно разбираться, здесь нужно смотреть, вот, и так вот решить для себя, от чего же я вообще хочу сама, да, вот, и быть к себе внимательной, вот. Знаете как, отдельно, отдельно, что хочется сказать отдельно, да? Какое у вас отношение с молодым человеком, ну, то есть, в принципе, насколько они у вас разносторонние, глубокие и так далее? Потому что, если ваши отношения с молодым человеком, условно говоря, ну, достаточно односторонние, да? То есть, вот, например, ну, много, допустим, завязано, там, вот, на подарках, много завязано, там, на каких-то, вот, демонстрационных, социальных вещах, вот. То его поведение, его реакция, они вполне естественны. Молодой человек может быть отражением, а, а, также и ваших некоторых ценностей, вот. То есть, если ваши ценности, то это, вот, желание, там, быть, ну, например, желание быть, а, для всех хорошей, и желание быть на хорошем, например, счету, да, у людей, окружающих людей, вот, то, как бы естественно, 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 что вы будете встречать людей, вот, в частности, как бы вот мужчин, да, например, которые будут, ну, отражать вам такие вот ценности, вот, это нормально в данном случае, то есть, если вы не хотите, чтобы люди уделяли столько, столько внимания подаркам, да, или ваш мужчина, чтобы не уделял внимания столько подаркам, нужно переключить его внимание, да, на что-то другое, например, нужно переключить внимание на, там, большее взаимодействие, например, ну, на взаимодействие, там, ну, с вами, допустим, да, нужно переключить его, его внимание на взаимодействие с вами, на взаимодействие, допустим, между вами, да, вот, на ваши интересы, я имею ввиду ваши совместные интересы, совместные интересы, как пары, да, вот, и так далее, да, подарок, это хорошо, подарок, это прекрасно, и спрашивать, интересоваться, это тоже здорово, но вопрос в том, а что есть еще, понимаете, может быть, а, так, может, так статься, что, кроме этого, и нет ничего большего, между вами, понимаете, может быть, так статься, что, что, это, это ли, а, чуть ли не единственное, что вас объединяет, может, может, так статься, что, для вашего молодого человека, это единственный способ, как-то о себе заявить, единственный способ, как-то, вот, само трудиться, если другого способа нет, понимаете, вот, такое тоже, может быть, к сожалению, и это все очень важно, это все очень важно, все очень важно в эти моменты, а, по исследованию, очень важно в эти моменты изучить, вот, для того, чтобы и вы лучше понимали своего молодого человека, и, может быть, чтобы он лучше понимал, а, ну, себя, вот, и так далее, то есть это все история про ваш взаимодействие, это все история про то, как вы общаетесь, как вы разговариваете, ну, в том числе, как бы, вот, друг с другом, понимаете, какая история, какая штука, вот, поэтому я думаю, что, само по себе, то, что вы описываете, это не трагедия, то, что вы описываете, само по себе, а это ни в коем случае не трагедия, но, то, что вы, как бы, вот, ну, может быть, может быть, как бы застреваете, да, то, что вы застреваете в этом состоянии, это может быть, а, следствием, просто, определенной вашей проблематике, вот, на которую вам имеет смысл, а, обратить внимание, поработать с этим, вот, и, как бы, все придет, все придет, ну, если вдруг удастся, как-то вот молодому человеку донести, что, ну, что это проблема, например, это вообще, вообще хорошо, тогда вы вместе сможете поработать, вы вместе сможете поисследовать свою, ну, как бы, вашу проблематику, вы вместе сможете, как бы, сделать свою пару крепче, укрепить ваши отношения, вот, понимаете, да, вот, ну, и, наконец, последнее, то, что хотелось бы сказать, это, то, что, может быть, молодой человек и не подозревает, что это все выглядит так, может быть, он достаточно искренен в, ну, как бы, в своих действиях, может быть, он вот так, в принципе, в целом относится к подаркам, вот, и у него такие ценности, такое тоже может быть, как мне кажется, вот, поэтому, я думаю, стоит, как минимум, вот, поподробнее это изучить, стоит, как минимум, поподробнее это поисследовать, вот, а вам подумать, что для вас важно, важно, да, и, что конкретно вы чувствуете, когда, вот, вот, он начинает вас спрашивать, что конкретно вы чувствуете, что конкретно вы ощущаете, вот, там, это важно, если вы чувствуете, там, условно говоря, что, что-то не так, да, вот, то, нельзя это игнорировать, нельзя делать вид, что ничего не произошло, так вы не поможете никому, так вы не поможете, не поможете ни себе, так вы не поможете ни, там, своему молодому человеку, так вы не сделаете счастливее, счастливее ни себя, ни его, вот, потому что он уже, скорее всего, думает, что все хорошо, ну, вот, а если вы, там, условно говоря, ну, не радуетесь, да, то он подумает, что что-то не так, вот, и, что, вот, что важно, это то, что в его парадигме, в его парадигме, да, именно в его парадигме, именно, вот, в его парадигме, он будет прав, скорее всего, вот, к сожалению, потому что, ну, первый раз вы, первый раз вы, как бы, отреагировали нормально, вот, первый раз вы приняли его, ну, его, его действия, да, первый раз вы, как бы, согласились с его решением, а потом уже нет, вот, поэтому, чем быстрее вы, вот, как-то, признаетесь в себе в том, в том, что происходит, чем быстрее вы признаетесь ему в том, что происходит, тем лучше будет для вас, вот, конечно, через определенные эмоциональные потрясения в этом случае не получится не пройти, вам, так или иначе, придется с этим столкнуться, вот, придется столкнуться с эмоциональными потрясениями определенными, по типу боли, по типу обиды, по типу разочарования, какого-то, вот, это, это нормально, вот, ну, в данном случае это нормально, вот, но после этого вы, на мой взгляд, имеете все шансы более зрелыми, вот, и ваши, ваши отношения с мужчинами тоже могут, ну, как, как бы, вот, быть, ну, более зрелыми, вот, понимаете, какая штука, в данном, в данном случае, вот, ну, в данном случае, на мой взгляд, вы сами как-то, как-то вот решаете, вы сами решаете, как вам поступать, в данном случае, вы сами решаете, вот, что вам делать, в данном случае, вы сами определяете, как бы, как бы, в какую сторону вам двигаться, вот, ну, по крайней мере, на мой взгляд, вот, и все. Такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам был полезен. Я надеюсь, что мой ответ вам был интересен. Я надеюсь, что на какие-то размышления он вас наведет, как минимум. Вот. Я, по крайней мере, очень на это надеюсь. Ну, а вам я желаю удачи, вам я желаю всего самого доброго, и надеюсь, что ваша ситуация будет самым лучшим образом разрешена, и вы сможете быть более свободны. Удачи вам! Продолжение следует... До встречи!